Врачи Алматинской области борются за жизни трех пациентов, которых на огромной скорости сбил грузовик. Одна из пострадавших остается в тяжелом состоянии. Трагедия произошла в субботу вечером. Многотонная машина протаранила остановку с людьми. Погибли два человека. Известно, что за рулем находился пьяный водитель. Как раз в момент столкновения он пытался скрыться от полицейских, но не справился с управлением. Корреспондент КТК Бахэтгульо Касова работал на месте ЧП и знает все подробности. Трагедия случилась вечером. По словам очевидцев, пятеро рабочих ожидали автобус, который должен был отвезти их на предприятие. В этот момент со стороны поселка на огромной скорости несся грузовик. Люди даже не успели отбежать в сторону. Многотонная машина въехала в остановку. На месте погибли два человека. Жуткие кадры с места ДТП сейчас изучают правоохранители. Страшная авария произошла в поселке Бессерке. Известно, что полицейские заметили подозрительную машину. 49-летний водитель нагло проигнорировал патрульных и попытался скрыться. Но в какой-то момент не справился с управлением и многотонная машина на огромной скорости врезалась в остановку. Когда мы услышали про аварию, сразу прибежали сюда. У парня оторвало ногу. У девушки повреждена тазобедренная часть. Говорят, она в коме. Очевидцы рассказывают, четверо мужчин и девушка работали на заводе по производству мороженого. В тот злополучный вечер они так и не добрались до предприятия. От сильнейшего удара двое погибли на месте. Пострадавших трое мужчины в возрасте 24 и 49 лет получили травмы головы. А 22-летняя девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Девочка 2002 года рождения. Тяжелая сочетная травма, черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом 3-4 ребра, закрытый перелом костей таза. Травматическим шоком было госпитализировано в отделении реанимации. Сейчас в данный момент состояние тяжелое, стабильное. Двое пациентов 2000 года и с 75-го года рождения. Обе находятся в средней степени тяжести в отделении травматологии лечения получают. Как рассказывают чельчане, двое погибших мужчин жили неподалеку. У одного из них осталась семья, жена и трое несовершеннолетних детей. Живет на нашей улице мальчик, парень, у него трое детей, мусултан. И сестренка в тяжелом состоянии. Парень, я бы не сказала, что он плохой, очень молодой, все время работает, она с тремя детьми дома. Ну так, здравствуйте, меня подвозил пару раз. Свидетели смертельной аварии уверяют, трагедии можно было избежать. Как говорят местные, в Байсерке нет уличного освещения и светофоров. И в ночное время водители не видят пешеходов. Эта дорога не освещается. Здесь наши дети выходят на остановку, на развозку. Люди выходят на развозку. Машины даже не скидывают скорость, хотя здесь есть и пешеходка, и знак. Но здесь не освещения ночью нет. Здесь соседние дачи, здесь очень много детей переходят дорогу. Понимаете, очень страшно за своих детей. Даже взрослые люди боятся. Машины не останавливаются. Так здесь они проносятся. Здесь нужны или камеры, или освещение. Пьяного водителя грузовика задержали. Полицейские завели уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения. Мужчина находится в изоляторе временного содержания. Виновнику трагедии грозит до 10 лет тюрьмы.